Я начал писать эту книгу. Во-первых, она вырастала, как некоторый кристалл в перенасыщенном растворе, из-за малости, постепенно наращиваясь, сначала лекция, потом несколько докладов, потом статья, статьи, и, наконец, она вот доросла до книги. Я читал лекции в университете Сан-Паул в Бразилии, и я рассказывал там о городской песне. Мои слушатели не все идеально знали русский язык. Лекции по определению шли по-русски, поскольку это была русская кафедра. И им нужен был какой-нибудь хороший пример. И вот моя коллега, русская по происхождению, собственно, которая предложила говорить, ну давайте им покажем в шаляпинском исполнении песню «Из-за острова на Стрежень». Был же фильм «Понизовая вольница», который тоже есть в интернете, он хорошо восстановлен. Ну это так красиво, на лекции всегда такое красиво сделать. Вот это вот сделали. И для меня тогда это было не более, чем просто одна маленькая иллюстрация. Затем я как-то для себя, ну по некоторой отработанной десятилетиями привычке, выяснять все то, что для меня не очень понятно по возможности до конца, я ранее не имевший никакого понятия о том, что это такое за сюжет, вот за что он утопил персидскую княжну. Откуда это взялось вообще? Ну, что я единственное знал, что это стихи волжского поэта Дмитрия Садовникова. Я его знал не как поэта, и никто его как поэта сейчас в наше время, ну кроме узких специалистов, не знает. Единственное стихотворение, которое его знают, не зная его имени, при этом это вот из-за острова Настрежень, собственно говоря. Но среди фольклористов он довольно известен, что он автор собрания, во-первых, самого первого и одного из самых авторитетных собрания «Загадки русского народа» Садовникова, значит, это первое. И во-вторых, хорошего сборника местных преданий, среди которых довольно большое количество преданий о разине. Я по наивности полагал, что это вообще, говоря, вот оттуда он и взял, ну как собиратель, ну набрел на такой сюжет, ну и оформил его как балладу. Ну, прекрасно. Коему было мое удивление, это было не мое открытие, про это было хорошо известно достаточно долго до меня, вот что оказывается, этот текст, этот сюжет он взял отнюдь не оттуда. Он, этот сюжет, вообще говоря, восходит к книге, вышедшей под именем голландца Стройса, который побывал в плену у Разина. И, ну, сложная такая авантюрная фигура, интересные эти его мемуары, вышедшие по возвращению в Амстердам, когда он кружным путем бежал из плена, через разные восточные страны, побывав в рабстве, будучи выкуплен, ну и так далее, кружным путем потом, значит, он туда доехал. В конце он вышел трехтомное сочинение, которое вышло сначала на нидерландском, а потом оно сразу было переведено на французский, на немецкий, на английский, переиздавалось бесчисленное количество раз в основном на протяжении XVIII века. Петр заказывал его перевод, но он был неудачный, и адекватный перевод появился только уже в XX веке, в 30-е годы. Ну, это другая история. Так вот, эта легенда о том, как он управил эту девушку, значит, наш народный герой, это значит, вот она оттуда. Там на пространстве абзаца рассказывается, она пересказывается. Причем Стройс рассказывает это таким образом, что он вроде бы как бы при этом даже был. Вот это повод, так сказать, скажем. Дальше началась последующая раскрутка. Откуда взялся сюжет? Было это или не было? Было или не было, собственно, есть хорошее историческое исследование одного историка из, по-моему, Ростовского университета, который, в общем, с фактами и с доказанием, что такого не было и быть не могло. На самом деле есть люди, которые считают, что все-таки что-то было, другие считают, что не было. Ну, я сейчас не буду в этом углубляться. Что меня заинтересовало здесь? И дальше начинается, как вы видите, это случайность. Дальше начинается, собственно, сам интерес, мой собственный исследовательский, академический интерес. И вы спрашиваете, почему легенда? Я всю жизнь занимаюсь фольклором. Я занимаюсь разным фольклором. Я по одной из своих специальностей, я востоковед, монголовед. Я там изъездил всю Монголию, записывал тексты, занимался монгольской мифологией, монгольским эпосом, монгольским книжным эпосом и так далее. Вот сейчас тоже готовлю очередные два тома, в которых как раз будут монгольские мои сюжеты. Я занимался городской песней, не только ради этих лекций, о которых я сказал, но у меня довольно много действительно таких фольклорных городских баллад XX века, рассмотрение монографическое, всяких гопса с мыком, кирпичики и всякие прочие вот такие вот тексты. Тоже собираюсь это оформить в книжку через некоторое время, коль бог даст веку, так сказать. Я занимался разного рода сюжетами. Вот второй том, то есть первый, собственно говоря, из разина — это второй том, а первый том называется «Темой вариации». Это разные воплощения довольно универсальных и распространенных моделей в фольклоре и в литературе. Причем в литературе, может быть, даже в первую очередь. И не только в литературе, но и в кинематографе, но и в живописи, там и так далее. Что за этим стоит? За этим стоит идея исследования культурной традиции в широком смысле слова. Почему фольклор для этого преимущественен? Потому что, как вы понимаете, устная традиция, ну, как явление предшествовало книжной традиции А, занимает по времени несопоставимо более длительный период. Это десятки тысяч лет, так сказать, она продолжается. Но по разным расчетам. Опять-таки не буду в это углубляться. Но, в общем, есть расчеты, которые позволяют нам сказать, что не менее чем 30 тысяч лет, может быть, 40 тысяч лет, трудно сказать точнее, но тем не менее. Она существовала десятки тысяч лет. Наконец, С. То, что традиция книжная вырастает из устной традиции. Вырастает она, ну, как тип сам по себе культурной традиции. И более того, конкретно вырастает, в большом количестве случаев, просто из устной традиции вырастают реальные письменные памятники. Особенно древней литературы, кое-какие средневековые, но вплоть до нового и новейшего времени. С какой-то точки зрения мы можем сказать, что вообще культура – это набор текстов. Текстов в широком смысле слова. И живописных, и то, что ученые называют акциональных, то есть действенных, обрядовых, скажем, ритуальных, церемониальных и так далее. И всяких-всяких. Ну, конечно, вербальные, словесные стоят на первом месте. И с определенной точки зрения традиция – это передача текстов во времени и в пространстве. Но они же не передаются копированием простым. Мы же понимаем, что они передаются видоизменённые всегда. И вот здесь выступают на первый план некоторого рода довольно общие законы культурной коммуникации. То есть каким образом происходит текстообразование в традиции, каким образом тексты передаются, и что с ними при этом происходит. При этом, конечно, есть огромный специфик у устной традиции. Она связана именно со способом коммуникации. Но есть и некоторые общие вещи. Строго говоря, на каком-то уровне традиция книжная от общей, вообще говоря, не отделена. И бывают случаи... Понимаете, фольклористы находятся в сложном положении. Книжная традиция – это библиотеки, тома, глиняные таблички или, так сказать, папирусы, что угодно, свитки. Это материальные вещи, на которых закреплён текст. Они до нас в каком-то количестве дошли, в каком-то количестве, увы, не дошли, в огромном количестве на самом деле, но всё-таки это некоторая такая материальная данность. Фольклорист имеет дело с фантомными образованиями. Вот он сегодня это слышит, – это оно есть. Хорошо, если где-то в какой-то точке это было зафиксировано. Ну ещё кто фиксировал, как фиксировал, зачем фиксировал, перерабатывал при этом, не перерабатывал. Ну, много разного рода вопросов. Понимаете? И вот бывают такие случаи, когда очень многое совпадёт в определённом материале. Вот так произошло с разным. Понимаете? Я не могу сказать, что меня интересовал специфический Разин, именно вот как историческая фигура. Более того, вообще говоря, вот мои занятия этой темой, я много чего, так сказать, по этому поводу, как вы понимаете, и прочитал, и как-то разобрался в чём. В общем, примели меня к довольно пессимистическим, так сказать, разного рода ощущениям по поводу и Разина, и его движения, и всего того, что, так сказать, было вокруг, там, и так далее. Некоторый, так сказать, такой, я бы сказал, исторический ужас, так вот. Но это другая история. Меня же интересовала легенда. Причём здесь сошлось очень многое. Разин очень недурно документирован. Вот как-то так вот получилось. Масса источников. Есть много зарубежных источников, много наблюдателей было. Косвенных, прямых, всяких. Были источники русские в большом количестве. Это несколько томов изданы, так сказать, по этой крестьянской войне. Потом стала появляться литература. Понимаете, на тему о Разине написано десятки романов о Разине. Большая часть из них никому неизвестна, кроме специалистов. Это какие-то трети, степенные, там и так далее. Больше это тяготет к большим формам. Но есть и более короткие, есть и навелы. Стихотворения, поэмы, включая Цветаеву, Хлебникова, там вообще, так сказать, таких крупных мастеров поэтического слова, Каменского. Снято, было написано 5 или 6 опер, симфония, балет. Ну, симфоническая поэма. Глазунова, никого-нибудь. Балет, опера, и часть из них не пошла, но часть из них шла и вполне шла. 5, по-моему, фильмов. В общем, много всего. Понимаете, картина немерена. То есть, понимаете, это как бы, так сказать, вот эта легенда разными своими боками, не только, естественно, персидская книжная, вообще фигура Разина. Она представляла собой какой-то удивительно, вызывала такой, ну, почти болезненный интерес в русской культуре. Причем давно это, с начала 19 века. Ну, практически первооткрывателем был Пушкин, в принципе, своим небольшим стишком, так сказать, который вот поэт как раз написал об этой, изложил свою версию этой легенды. Ну, а дальше получалось так, что он, значит, это, так сказать, каждый следующий автор излагал эту легенду по-своему. Он знал то, что было написано до него в большей или меньшей степени, но с каждым следующим это, его знание увеличивалось в геометрической прогрессе. Это было плохо, потому что придумать новое было трудно. А проблема заключалась в том, что стройцевский текст довольно невнятный. Там непонятно, зачем он утопил девушку. И это вызывает необходимость исследований в двух направлениях. Перспективных, что потом из этого получалось? В сущности говоря, все авторы, которые излагали эту легенду впоследствии, они отвечали на вопрос, зачем? Получалось так, за тем, чтобы избавиться от лишней обузы. Потому что она его не любила, это Цветаевская. Потому что он ее не любил, и она ему не нужна была. Немножко шукшина, еще кое-кого. Потому что они были влюблены друг в друга, но клеветники посеяли зерна ревности и так далее. В нем, в ней и так далее. В общем, это была такая комбинаторика, перебор вариантов. Что еще можно здесь, какую мотивацию? А как вы понимаете, в литературе, а в кинематографе тоже. Там еще был сценарий Горького, он не пошел, он не был воплощен. Да много чего было. Все это происходило очень наглядно, с материалом, датированным. Понятно, кто на кого опирался, более-менее и так далее. И было интересно, каким образом тема живет в культуре, как она текстуализуется, как она получает разные повороты. По-видимому, в литературе мы это можем проследить, а в фольклоре мы этого проследить не можем. Потому что все то, что мы знаем о прошлом фольклорных текстов, это чистые реконструкции. А тут у нас давность есть. Перед нами лежат первые стихотворения Пушкина, стихотворения Садовникова, и так далее. Живые тексты. А что мы можем сказать о каком-нибудь, я не знаю, о Белине Илье Мурмец и Идалище? Да бог его знает, что там было раньше. Ну вот у нас есть фиксации, допустим, каких-то былин 17-18 века. Они такие фиксации переработанные, но тем не менее, все-таки хотя бы. А если глубже брать? Там абсолютно непонятно. А тут у нас мы можем вот этот закон функционирования традиции проследить на наглядном материале. И это чертовски интересно. Вот это вот, так сказать, там главное. Строго говоря, мне все равно Разин или мой монгольский Гессер, или там еще кто. Но тут это можно было сделать наглядно, руками, держа это в руках, вот этот материал. Понимаете, вот это, так сказать, здорово. Это первое. Теперь назад. А что там было на самом деле? Ну, я исхожу из того, что книжной не было, и более того, и топить ему было некого. Он управил огромное количество народу. Переживания по поводу, зачем убил девушку, так сказать, это, конечно, так. Но вообще, если вспомнить, какое количество там людей погибло, и убито было им непосредственно, и не только им, и его сторонниками, и его противниками, потому что они были не лучше ничем, там тоже, так сказать, крови моря. Понимаете, за этим, видимо, стоит какой-то сюжет. Но любопытно то, что строится вский текст не единственное свидетельство. Был еще один голландец, Фабрициус такой. Ну, фамилия у него такая немецкая, латинизированная, но он был голландец, родившийся, как не смешно, в Бразилии, в Ост-Индийской, каков был чиновник в Ост-Индийской компании. Затем он был офицером на русской службе, ну, наемником он был, тоже попавший в плен, тоже бежавший, и потом ставший шведским дипломатом и после выхода стройцевской книги, видимо, под этим влиянием, написавший свой довольно лаконичный, довольно сухой, ну, некоторого рода такой мемуар или отчет такой о своих, так сказать, но он вот никаких там литературных амбиций. У стройцев, точнее, не у него, а у того человека, который реально делал эту книгу, это некий Дапля, там другой, судя по всему, стройцев был моряком, канатным мастером, ремесленником, он не мог написать такого столько там, но это есть отдельное исследование, как создавалась эта книга, это другой вопрос. Фабрициус излагает этот эпизод иначе, это была знатная татарка, которую Разин захватил, получил в заложнице или как еще, от которой у него был сын, сообщается там, и которое ему, и было это не в Астрахани, а в яицком городке, захваченном Разиным, где он перезимовал в предшествующий год перед персидским походом. И там ему приснился сон о том, что дух реки Урал, яик, собственно, тогда еще не Урал, Иван Горыныч ему явился во сне и потребовал жертвы. Сказал, что вот ты пользуешься моими всякими благами, до сих пор мне ничем не отплатил. Он вывел девушку, нарядив ее, очень нарядно ее надев, и сказал, вот Иван Горыныч, получаю лучшее, что у меня есть, и, значит, отправим ее туда, в воду. Вот. И писал он, видимо, не для того, чтобы опровергнуть Стройса. И вообще-то там тоже занимает несколько строк, абзац. Это вообще-то текст довольно приличный, тоже там страница 30, наверное, не меньше, но не три тома, но все-таки. Ну вот. Он как запомнил. То есть перед нами две версии, фольклорных версий, оба, кстати сказать, наших этих самых голландцев, прекрасно знали русский язык. Они могли это получить от казаков, от кого-то, так сказать, это какая-то легенда, которая там бытовала. Похоже на то, что легенда действительно сложилась в Яике, действительно он, так сказать, там, и, видимо, идея жертвы, им надо было выйти из этого, из осады, они ожидали нападения стрельцов, им надо было выйти оттуда, Урал, плохо судоходная река, там вообще проблемы были. У них, знаете, положение было, как примерно у ахейцев в Авлиде, надо было принести кого-то в жертву. И он поступил очень логично в этом смысле, там все понятно, как невесту ее нарядил, все правильно. И у, значит, этого самого Ивана Горыныча мужская идентичность, так сказать, ему девушка, понятно, зачем. А потом, после, так называемого похода с зипунами, персидского похода, когда он на чтение года грабил, так сказать, туркменско-персидские города, так сказать, ну, по существу это туркменские, он, значит, так сказать, ну, якобы вот оттуда вывез эту самую девушку. Видимо, легенда переодела ее в персидское платье и превратила ее в персидское княжно в силу актуализации текста просто. Но детали забылись, а река уже Волга, а Волга уже, как говорится, не мужик. Зачем ей девиться, там не очень, так сказать, понятно, и все получилось невнятно, и с этими самыми драгоценностями задних, вспоминает их задним числом, и так далее. То есть даже здесь мы видим уже две фазы, так сказать, этого развития. Ну, интересно было, и что там вообще, какая была идея в этом акте. А кроме того, а что такое Разин, как фольклорный персонаж, не исторический, а он фольклоризоваться, видимо, начал еще при жизни. Ну, это вообще, так сказать, там отдельная история. Я попытался разобраться, так сказать, с теми, какие у него есть фольклорные амплуа. Они разные у него. Он кладоискатель и кладокопатель, он грешник великий, ожидающий в неком укромном месте своего возвращения в мир или подлинного наказания. Он, скажем, он такой ходячий покойник, так сказать, там. У него много разных, абсолютно фольклорных амплуа, которые к его, собственно, историческому бытию имеют косвенные отношения. Он их перенимает, так сказать, эта фигура перенимает их, к ним липнет, так сказать, вот как к снежному кому популярные фольклорные мотивы, рождая разветвленную, обильную, очень обильную легенду о разине. Еще и песни есть, но в них легендарного меньше. Тоже есть, но меньше. А эти вот легенды, они, так сказать, скажем, по всей, по Волге в основном, но не только. В основном больше там, где он действовал, но и вообще встречаются от Румынии среди старообрядцев русских до Забайкалья, Читы, там скажем, где только нету. Но это казаки разнесли, конечно, это казаческая такая вот традиция. Ну и вплоть до нашего времени. Вот последний текст до 2000-х годов уже, понимаете, которые мне попали. Сейчас я с досадой обнаруживаю, что вот еще я вылез какой-то текст, который мне не попался на глаза, не это самое, но вообще, говорят, довольно полно это все. Вот такая основная идея этого всего это жизнь легенды на данном очень удобном, очень хорошем материале и легенды, понимаемые широко, как воплощаемые в фольклоре с его происхождением, генезисом, его мифологическими компонентами, потенциально, может быть, и обрядовыми, с его сказочными и всякими прочими, с его разными контекстами и его переход в литературу, но причем еще ко всему прочему и переход очень причудливый, как бы это межнациональный, потому что представьте себе вот эта легенда, которую эти неведомые нам русские люди рассказывали голландцам, которые эти голландцы, значит, это самое вот строец в частности, изложил, ну, видимо, своему, значит, вот обработчику его воспоминаний, который по-голландски это записал, это было переведено на французский язык, попало в Россию на французском языке Пушкина, это читал по-французски, ну вот, а, нет, Пушкин уже не по-французски, потому что к этому времени это перевели по-русски, обратно по-русски, ну вот, между прочим, потом эта легенда стала попадать, существует несколько французских версий этой песни, среди них Азнавура, кстати, но не только его, три или четыре версии, причем это не перевод, это именно версии, понимаете, вот довольно колоритные такие, забавные, вот, есть версия на эсперанто, например, тоже, но это, правда, действительно перевод, не думаю, что это кто-нибудь спел когда-нибудь и так далее. То есть богатейшее поле для на самом деле теоретических исследований. Меня интересовал, еще раз повторяю, ну, конечно, когда так вживаешься, так сказать, в материал, там, конечно, все интересно, но вообще говоря, меня точкой моего фокуса, моего интереса был не разен как таковой, и не история, а меня интересовала легенда, производство легенды, ее модификации и закономерности, которые при этом можно выявить. Ну, вот, пожалуй, так вот.